Эстафета стала завершающей гонкой этапа Кубка России по биатлону в Хантамансийске. В команду Югры вошли Алексей Корнев, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Дмитрий Иванов. За сегодняшнюю гонку можно поставить четверку, так как мы вчера бежали в Мегамастарт. Не самая маленькая дистанция, 15 километров. Где-то, наверное, не успел довосстановиться. Сегодня было немного тяжело. У нас команда хорошая, так что надеемся на победу только. А уж как болельщики сборной Югры настраивались праздновать победу. Но нет. Роковое стечение обстоятельств. На ремне винтовки Алексея Корнева сломалось крепление. Рано или поздно это бы случилось, говорит спортсмен. Так бывает. Износилось и вышло из строя. Починить такое на трассе не получится. Только под замену. Пришлось финишировать с винтовкой в руке, отталкиваясь лишь одной лыжной палкой. Это стоило нашей сборной больше 30 секунд отставания. Я уходил уже лидером со стойки. В итоге 40 секунд проигрыш. Я думаю, самочувствие было очень хорошее. Я думаю, если бы нет поломки, то я поборолся бы за первое место. Ну и за передачу. Возможно, передал бы первым. Югорчане стали бронзовыми призерами в эстафете хантамансийского этапа Кубка России. Лидерами сборной Новосибирской области уступили победителям спортсмены из Приволжского федерального округа, в составе которой представители Ульяновской области, Чувашской и Удмуртской республик. Я настраивался на хорошую стрельбу. Она мне удалась. И плюс сборная хантамансийская мне преподнесла подарок. Ну, у них отстегнулся ремень. Конечно, это не радует, даже огорчает. Хочется все-таки в честной борьбе соперничество выиграть. Поэтому немного жаль, что мы не ушли, но последний круг вместе. Следом за взрослыми спортсменами эстафету пробежали юниоры. Результат у них лучше, чем у старших товарищей. Серебряная медаль. Второй этап Кубка России по биатлону среди мужчин проходит в Увате до 17 декабря. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.